Здравствуйте, вы попали в Кузнице. Собственно говоря, мы сегодня попытаемся сделать интересные вещи, которые вы и увидите. Так вот, в принципе, это Кузница 19 века, которую вы здесь можете увидеть. Она характерна бревенчатым зданием с земляным полом, двумя пеньками, вкопанные в землю на метр глубину, с основанными их тисками и наковальнями. Наковальня состоит из нескольких частей рога для гибки металла и зеркала. Зеркало называется, потому что мятины, которые есть на этой поверхности, отражаются на заготовках, поэтому старинные их всячески старались бречь. Также здесь горн, меха. Меха из кожи и древесины. Они имеют два клапана, которые позволяют перегонять воздух и разномерно вздавать каменный уголь до 2000 градусов. Металл способен нагреться только до 1300 градусов. Температуру нагрева мы сможем увидеть только после 700 градусов. То есть, когда температура достигает 700 градусов, металл начинает излучать энергию в виде темно-малинового цвета. И, доходя до 1300 градусов, он становится все светлее. Красный, оранжевый, желтый, белый. После белого он вспыхивает бенгальским огнем и сгорает. Почему и говорится, не доводи до белого коленя. Первое, что мы сегодня попробуем, это гвоздик, основа основ. Он характерен тем, что нам нужно из такого вот прутка, круглого восьмерки, сделать иглу с основанием 4 миллиметра квадрат. Почему, собственно говоря, квадрат? Дело в том, что когда мы ударяем по металлу, он раскручивается. Потом, чтобы нам продолжить его ковать, мы переворачиваем его на бачок, ударяем в ребуру этой монеты, которую мы сделали. Он опять раскручивается и так повторяется. И за счет того, что мы разгоняем металл в эти стороны, но бачка мы каждый раз компенсируем, у нас металл вытягивается в острие. Собственно говоря, видите, температура нагрева, то есть от 700 градусов он темно-малиновый, потом идет красный, оранжевый, желтый, ну и не хватает еще белого. В общем, ковка гвоздя. Ну вот, мы открывали основание. Это подсечка, она нужна для того, чтобы обрубать металл. Это, собственно говоря, гвоздины. Мы разгоняли гвоздик под это отверстие. Смотрим, где у нас застревает гвоздик. Отмеряем немного материала на будущую шляпку и обрезаем. Ну и для того, чтобы сделать шляпку, нам нужно это опять все нагреть. Мы заранее подготавливаем рабочее место и продумываем этап операции, потому что вы видели, как заготовка быстро остывает. И за то время, пока железо горячее, желтое, нужно успеть расковать шляпку, чтобы она нам получилась наиболее краш и функциональная. И за то время, пока железо горячее, железо горячее, железо горячее, железо горячее. Ну и вот у нас получается гвоздик. Гвоздик. Продолжение следует...